Как развить чувство вкуса и насмотренность? С хорошим вкусом не рождаются, его нужно развивать всю жизнь. И именно в этом видео я расскажу, как это сделать. Если вы досмотрите это видео до конца, я расскажу вам свой личный лайфхак, как уже сейчас начать тренировать нашу насмотренность. Нужно окружать себя творческой атмосферой, и тогда точно ты никуда не денешься от хорошего вкуса. А как это сделать, вы сейчас узнаете. Самый простой и доступный способ, это, конечно, чаще посещать выставки и музеи. Это могут быть не только постоянные экспозиции, например. Вы не только можете ходить в Третьяковку, хотя это тоже полезно. Обязательно смотрите, какие новиночки сейчас выходят, потому что каждый раз есть новые выставки, на которые нужно успевать, они длятся не очень долго. Это могут быть выставки современных художников, это может быть и живопись. И скульптура, и керамика, абстрактное искусство. И вот эту насмотренность, как раз ее можно развивать именно таким образом. Вы можете даже выстроить свой выходной день. Сначала сходить посмотреть классические произведения искусства, а потом, например, сходить на выставку стрит-арта или каких-то современных художников. Потому что все течения, они все равно тесно переплетаются. И это как раз-таки поможет развивать именно ваше чувство стиля, чувство вкуса и понять то, что близко именно вам. Второе, это, конечно, посмотреть, кто чем занимается. Есть художники, которые вам нравятся, да, например, которыми вы восхищаетесь. И можно выделить нескольких художников по разным направлениям, за которыми вы следите. У кого-то это может быть живопись, кто-то занимается интерьерами, да, кто-то, может быть, делает фотографии, либо выставляет какие-то свои поделки. Поэтому обязательно находите сообщество, которое вам приятно. Вы можете начать общаться с этими художниками, какие-то моменты интересные для себя подчеркнуть из их деятельности. И нет ничего плохого в том, чтобы кому-то подражать и попробовать сделать что-то похожее. Вы все равно рано или поздно придете к своему стилю в творчестве. А немножко подсмотреть у кого-то всегда можно, особенно если этот художник вас восхищает. Если вам нравится скульптура напротив ГЭС, поставьте лайк этому видео. А если вам не нравится эта скульптура, то тоже поставьте лайк. Мы можем с вами искать вдохновение не только в картинах и посещая галереи и музеи. Это могут быть также и фото выставки, потому что в очередной раз смотришь на какой-то интересный ракурс и думаешь, как же это сделано, как человеку это пришло в голову. Поэтому можно посмотреть мир немного иначе, вдохновиться, опять же тренировать насмотренность, посещая фото выставки. Если вы хотите сходить в кино, вы можете выбрать не обязательно сеанс на какой-то популярный блокбастер, а сходите на авторское кино. Вы можете зайти в художественный кинотеатр и выбрать там какую-то ленту, классика. Не обязательно современность, это может быть какая-то ретро-лента. Фильм, который будет для узкого просмотра и будет именно вам интересен. И вы найдете там новые формы, новую стилистику, вдохновитесь им. И это тоже будет тренировать нашу насмотренность. В фильме Уэса Андерсона это всегда необычная подача, где красиво и интересно выстраивается кадр. Интерес представляет собой симметрично ровно выстроенный кадр. И это очень необычно для кино. Такими необычными на первый взгляд вещами можно вдохновиться и применять в своем творчестве. Еще одна неотъемлемая часть, конечно, для стиля. Это посещение различных мероприятий, выставок, мод, показов, где вы можете посмотреть на дизайнеров, посмотреть на их модели, как они передают современные интересные тенденции в моде. Особенно для тех, кто любит ходить по магазинам. Если мы говорим про магазины, всегда обращайте внимание на красиво выстроенные витрины. Это тоже элемент творчества, и можно вдохновиться. Согласитесь, что красивая витрина, она представляет собой тоже такое произведение искусства и картину в формате 3D, как будто. Часто я даже заглядываюсь на какие-то витрины, можно рассмотреть, как это сделано, почему именно эти цвета, например, сюда добавили, это тоже очень вдохновляет. Также большое значение имеют тренды, которые сейчас популярны, и, может быть, какие-то из них нам не нравятся, что-то нам кажется некрасивым, но все равно какая-то идея может нас зацепить. Поэтому смотрите и выставки, смотрите фото, может быть, современных художников. И даже если какое-то направление вам не близко, может быть, какой-то момент, да, какая-то задумка вам отзовется, и все равно вы будете лучше разбираться в тенденциях, разбираться в цветах, какие оттенки, какие цвета сейчас популярны, как это связать вместе в творчестве. Иногда даже обычная прогулка по городу, она может служить для вас вдохновением. Мы обращать можем внимание на все. Это может быть архитектура, красивые дома, особенно если по старому городу вы, например, прогуливаетесь. Если у вас прогулка в парке, это тоже будет здорово, потому что каждое время года, каждый сезон, он представляет свою цветовую гамму, а природа — это вечное вдохновение для нас всех, и для художников в том числе, потому что цвета мы берем от природы. Оттенки, которые были сегодня, завтра они могут поменяться, и подмечайте вот такие мелочи, нюансы. Это может быть цвет земли, это может быть кленовый листик, различные оттеночки в нем, то есть все, что нас окружает, это и тоже влияет на нашу насмотренность. Если вы художник, то вы знаете, что полезно изучать работы классиков и их копировать. Это не является чем-то плохим, либо зазорным, наоборот. Сделать несколько копий ваших любимых картин будет всегда полезно, потому что вы и погружаетесь в атмосферу творчества, вы представляете, как художник, как он наносил движение кистью, как он делал именно эти мазки, вы приближаетесь и к нему, к его этой картине, и таким образом мы немножечко тренируем себя, мы тренируем наши глаза, наши руки и становимся ближе к искусству. Вы можете использовать этот способ, либо любой другой, чтобы приблизиться к творчеству, но это будет более длинный этап, а более короткий путь, если вы присоединитесь к нам и нашим мастер-классам, на которых мы рассказываем самые полезные творческие лайфхаки, которые вы сможете применить. Если вы хотите влиться в мир искусства и рисования прямо сейчас, то переходите по ссылке в описании. Если вам не нравятся какие-то тренды или тенденции, очень важно понять, почему это не вызывает у вас отклика, посмотреть, какая часть, какая деталь, она, может быть, мешает или, может быть, не отзывается именно вам. Это очень важно для анализа, для того, чтобы мы могли понять, что нам подходит, а что нет, и почему там та или иная тенденция, она именно вам подходит. Когда вы начнете заниматься творчеством сами, это позволит вам делать намного меньше ошибок. Я вам хочу рассказать мои личные лайфхаки, как вы можете начать практиковаться именно сейчас. Во-первых, вы можете завести скетчбук, в котором вы будете зарисовывать все, что вас окружает. Это может быть утренняя чашка кофе с куросаном, например, букетик цветов, вид из окна. Это может быть какой-то прохожий или собака. Все, что угодно, вы можете зарисовать и не обязательно это делать красиво. Это могут быть быстрые скетчи, наброски. А рядом вы можете дополнять их текстом. Например, написать, что вы видите вокруг на улице, или какое у вас настроение, или какая погода. Небольшие тексты будут и познавательны, одновременно как дневник для вас в будущем. И смотреться это тоже будет очень красиво, потому что рукописный текст всегда смотрится здорово вместе с картинкой. Также вы можете попробовать делать коллажи. Из того, что вам нравится. Коллажи могут быть как нарезками из журналов, например, но они могут быть и в электронном виде. Поэтому на вашем ноутбуке вы можете создать папочку того, что вас вдохновляет. Просто красивые картинки и образы. Вы можете их совмещать в один файл, делать коллаж в электронном виде и туда подключать все, что вам нравится и все, что интересно. Вы можете из той папки, которая вам нравится, создавать отдельно мудборды для ваших идей. Вы их можете распределять по темам, по цветам. То есть выстроить для себя такие определенные концепции и они будут отличным стимулом для вас, вдохновением. Вы можете посмотреть идеи, например, на Пинтересте. Загрузите себе приложение, если его нет у вас. И вы можете смотреть, как там доски других пользователей, которые уже собрали свои идеи. Или, например, сделать свою и, может быть, она будет пользоваться большой популярностью на сайте. На нашем YouTube-канале есть уроки по карандашной графике, как правильно штриховать, уроки по акрилу, как использовать его, как использовать пастель, лайфхаки для начинающих художников и для продолжающих. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик и вы тогда не пропустите наше следующее видео.